Особенно интересно это видео будет посмотреть тем людям, которые свято доверяют официальным дилерам и считают, что официальный дилер это последняя инстанция абсолютно в любых вопросах. Я вам честно скажу, я не знаю какой будет финал у сегодняшнего ролика, потому что я машину эту вижу первый раз в жизни. Буквально три минуты назад мы встретились с ее владельцем, но в истории фигурирует минимум два официальных дилера. Один и второй. И вот кто-то из них очень сильно лоханулся. Давайте послушаем историю Алексея, который нам подробно расскажет, что произошло с его автомобилем. Добрый день. Столкнулся я с такой ситуацией. Началась она в октябре прошлого года, в октябре 17-го. По семейным обстоятельствам мне пришлось взять вот этот автомобиль Mazda 6 10-го года у официального дилера. Техническое состояние у нее более-менее нормально. Естественно, все юридические вопросы, залоги и прочее, за все это тоже ручался дилер абсолютно своей головой. Прошел год, и мне понадобился другой автомобиль, это я решил сдать. Нашел подходящий экземпляр, решил его приобрести. Прошел всю техническую экспертизу необходимую, оплатил эту техническую экспертизу, внес предоплату уже за автомобиль. В общем, практически был уже готов все вещи перекладывать в новый автомобиль. Как мне тут сообщают, что подождите, Алексей, необходимо провести дополнительно криминалистическую экспертизу. Подошел криминалист, посмотрел автомобиль сверху, полазил под капотом и сообщил, что необходимо ее поднять на подъемник. После этого, наверное, прошло еще минут 30, мне подходит менеджер и сообщает, что, извините, к сожалению, были обнаружены незаводские кустарного способа, произведенные в барке, на дне этого автомобиля, на который содержался ВИН-номер и такой автомобиль, принять они к зачету в трейд-ин не могут. Алексей, это было все, извините, что перебил у официального дилера. Это официального дилера. И покупал у официального дилера, и приехал, но уже к другому дилеру ее сдавать. К другому дилеру, да. То есть и там, и там Шкода. В итоге мне приходят и говорят, что взять не могут. Или могут, но только за 100 тысяч рублей. Нормально. Хорошее предложение. Ты отказался? Естественно, я отказался, уехал, позвонил Максиму, чтобы окончательно поставить точку, кто все-таки меня изначально обманул. В чем еще раз была претензия криминалиста, что варен пол, я так понимаю, или фрагмент какой-то? Варен пол там, там, где указывался ВИН. Ну, под сидением, под пассажирским. Друзья, я машину не видел, Алексей не даст соврать, я буквально вот две минуты назад к ней прикоснулся, даже не открывая салон. Давай вместе тогда посмотрим ее и весь процесс покажем людям, потому что действительно очень интересно. Я так понимаю, что и там ее проверяли, и здесь ее проверяли. То есть где-то проверяющий-то не на своем месте находится. Подушка есть, хотя мы сюда не за этим пришли, но все-таки подушка у тебя есть, это уже большой плюс. Раз есть предпосылки понимать, что варен пол, тогда нам придется скинуть кресло, потому что смотреть через вот это маленькое окошко нет никакого смысла. Ну, конечно, посмотреть можно, но если большим фрагментом. Поэтому сразу скинем кресло, поднимем пол. Детское сиденье, давай, да, уберем его, отстегивай. О, ты подголовник снял. Это чтобы ребенку было веселей ездить. Чтобы дорогу было видно. Но на самом деле я тебе так могу сказать, подголовник передних сидений, он выполняет еще функцию пассивной безопасности. Поэтому лучше, чтобы подголовник был в первую очередь для того, кто сидит сзади, в случае чего он, а подголовник, скажем так, ударится. Но это будет гораздо проще и лучше, чем этого подголовника не будет. И то же самое касается переднего пассажира. В случае, если под задницу очень сильно кто-то влетит, подголовник, он защищает от перелома шеи. Поэтому без подголовника лучше не ездить. Так, держишь? Да. Раз. 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 Алексей, вот ты мой канал смотришь? Вот скажи мне, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, где здесь идет варка? Ну вот на что эксперт мог обратить внимание? Я плохо смотрю, да, канал, наверное, я не так внимательно обращаю внимание, но мне что-то пока ничего не видится Ты внимательно смотришь канал, потому что тебе не видится ничего криминального Вот у меня тоже ничего криминального не видится по твоей машине Обычные нахлесты панелей, заводская точка, виброизоляция заводская, заводские герметики, заводские прокрасы идут Заводской войлок, не снималась проводка, войлок и тот на заводе сюда установлен Вон видно, что все стоит на заводе, ничего не гнулось, ничего не вынималось Вот пока я снимал обивку пола, все это отходило просто с абсолютно заводских мест крепления Это даже видно по вот этому четкому канту, видишь, как здесь он как с завода чистый абсолютно Видно, что просто первый раз вот это все снимается, никаких незаломов, ничего нет на обивке Еще смотри, какой немаловажный момент Если бы вваривали, предположим, кусок пола, у тебя здесь усилитель снимали бы в том числе Тогда с порогом была бы какая-то возня Здесь абсолютно все заводское Ты знаешь, честно тебе скажу, я вот, наверное, сейчас нехорошую вещь скажу Ну, я думал все-таки, что здесь будет какой-то косяк Но вот с профессиональной точки зрения мне это было бы интересно Я понимаю, что тебе это было бы неинтересно Но то, что вижу я, это просто обычная заводская сварка, обычный заводской номер И что-то мне сдается, что если копнуть сейчас чуть глубже, посмотреть по вторичным Ну, например, по маркировочной табличке, хотя можно было сразу начать оттуда По номеру двигателя мы все-таки придем к тому, что машина нормальная Ну, давай в любом случае посмотрим, в том числе потом еще посмотрим по дате выпуска Проем у тебя весь целый, проем не резался То есть, если предположить, например, что вот так вот вваривали, да, нижнюю часть машины Здесь абсолютно вся заводская сборка, заводская сварка Что по передней стойке, что по центральной стойке Нигде ничего не срочно, никаких надрезов То есть, мы полностью исключаем варку, например, по стойкам, варку по низу стоек Дальше, что касается порога, порог тоже абсолютно заводской идет Обрати внимание на покраску, вот так красят на заводе Усилитель, как я уже сказал, если бы вваривался большой кусок, то усилитель либо демонтировался, либо как-то частично фрагментально резался Здесь по усилителю сверху идет нахлёст виброизоляции Виброизоляция заводская, она не ломалась, она не нагревалась, она никаким образом отсюда не демонтировалась Это заводской кусок виброизоляции идет, который, соответственно, идет внахлёст по усилителю С этой стороны точка, здесь точка Вот это все Поэтому, вот с профессиональной точки зрения, неинтересно Ну, для тебя, как для человека, который сейчас, наверное, понял, что не попал Ну, это очень приятно Эта новость сделает его идею, да? Конечно, да С другой стороны, и у вас на канале тоже можно редко увидеть машину, как должно быть Потому что вот я смотрю, ты всегда показываешь, не заводской, не заводской, не заводской А какой заводской? Вот это вот будет интересно тем, кто сам в этом чуть-чуть разбираться Пытается, он посмотрит, скажет, да, здесь заводской, а вот не заводской выглядит совершенно по-другому На том ролике это четко видно Я согласен, но вот с точки зрения информативности, да, наверное, для людей, которые, ну, предположим, хотят купить Мазду шестерку Да, если провести такой мастер-класс, видеомастер-класс, взять, все разложить, рассказать, показать, как это должно быть Наверное, это будет хорошее подспорье Но в плане, скажем так, интереса для широкой массы, для широкой аудитории, да, это не очень будет интересно По одной простой причине, что это, скажем так, сегмент, который касается только, например, тех людей, которые хотят купить Мазду Да, кто-то хочет купить BMW, кто-то хочет купить Audi То есть здесь либо дело для всех, небольшие такие выпуски Я показываю то, что, скажем так, касается всех и то, что применимо каждому, да Если, например, 10 раз показать, какой Алексей-молодец купил хорошую машину, это никому не интересно Если один раз показать, как Ваня лоханулся и купил кусок автохлама, да, это уже более интересно получается Поэтому оно, конечно, можно просто для, скажем так, по просьбам зрителей Но если будет такой социальный запрос, ну, пишите, если надо, не знаю, подумаем, продумаем Может, какие-то такие небольшие, небольшие зарисовки можно на эту тему делать Ладно, мы с тобой отвлеклись, пойдем тогда табличку смотреть Табличку кто ковырял? Этот горе-эксперт? Видимо Поковырял, поковырял, поотрывал кусочки Этого ему не хватило, да, он решил еще дальше зайти, сказать, что у тебя пол варен Табличка у тебя оригинальная, здесь вообще никаких вопросов Посмотрим сейчас по номеру двигателя Да, нужно почистить немного Вот еще немаловажный момент касательно специалиста, который осматривал автомобиль Я, конечно, ни в коем случае не хочу сейчас, ну, навешивать ярлыки, да, на кого-то Но, по крайней мере, номер двигателя почистил я То есть номер двигателя вообще не было видно То есть как можно осматривать машину, тем более, если ты криминалист, либо называешься криминалистом И посмотреть номер двигателя, который внесен в ПТС Это довольно грубая ошибка, очень грубая Здесь видно, что его последний раз, вот в таком виде, в читабельном он был, наверное, несколько лет назад у тебя Явно за неделю такие... Два дня назад смотрели Ну, понятно тогда, как смотрели Сама площадка имеет абсолютно ровную поверхность Нет никаких минусов металла, нет никаких следов от среза Либо, наоборот, ничего не наплавляли И при этом видно, что по площадке идет фреза Такие характерные дуговые следы Причем по всей площадке Это именно заводская обработка Плюс ко всему Заводские шрифты, соответственно, ничего не снималось Ничего не срезалось Не наплавлялось И номер здесь заводской Еще большой плюс То, что этот же номер у тебя указан в ПТС Смотри, как это все выглядит Вот если посмотреть, я не знаю, ты видишь Идут такие прямо вот, ну, в районе знаков Можешь смотреть, здесь такая дуговая фреза Вот так-так-так-так-так Вот так вот, хорошо, если вот так вот убрать фонарик в сторону Да-да-да, видно Вот, поэтому здесь у нас абсолютно никаких вопросов Видишь, как в жизни бывает Иногда, чтобы испытать неимоверную гамму эмоций Не обязательно что-то приобрести Достаточно что-то не потерять Что мы имеем Дата выпуска 13 мая 2010 года выпуска Код цвета Код отделки Тип сидений Но нас больше всего интересует Именно дата выпуска Май 2010 года, соответственно Если не брать в расчет какие-то ремонтные элементы Ремонтные запчасти, которые могли потом меняться Нам нужно посмотреть датировку на различных элементах Ну, например, там самые примитивные ремни безопасности Какие-то отливки Какие-то штамповки на пластмасках Причем, так как мы с тобой не знаем, что здесь менялось, что не менялось Если мы технически не смотрим по каким-то авариям, да, серьезно Мы посмотрели конкретную локацию вокруг номера Нам очень желательно в нескольких точках посмотреть датировку Чтобы исключить такой момент, что вот здесь была какая-то небольшая авария Что-то сломалось, поменялось Посмотрим, например, по жгутам проводки Посмотрим по ремням Ну и какие-нибудь пару пластмасочек Чтобы понять, что машина вся целиком собрана в пределах одного месяца Плюс-минус идет расход запчастей обычно Май 10-го года, как и должно быть По воздуховоду у нас также идет датировка 10-й год, 4-й месяц То есть вот это год, количество точечек как раз обозначает месяц То есть раз, два, три, четыре точки Соответственно, у нас что получается? Апрель 2010-го года выпуска вот эта пластмаска Здесь у нас та же самая картина Здесь у нас получается также 10-й год Только здесь у нас не цифра 10, а идет нолик Соответственно, 10-й год, 11-й, 12-й, 13-й и так далее И раз, два, три, четыре, пять Пять точек Соответственно, эта пластиковая накладочка У нас выпущена в мае 2010-го года Седьмой год, восьмой год, девятый год, десятый год Также четыре точки Получается апрель То есть она у тебя сборки Апрель-май Давай копнем чуть глубже Посмотрим Вот идет переход краски Видишь, опять здесь ничего не срезалось Да, оригинальная покраска идет А вот он как раз, переход Смотри, прям визуально видно Видишь, вот здесь раз И сюда Даже видно по вот этой вот полосочке От уплотнительной резинки Краска здесь затерлась Вот здесь оригинал идет Заводская покраска А вот здесь вот как раз Слой сверху Алексей, когда тебе эту новость сообщили Что у тебя машина криминальная Тебе какие-нибудь документы на руки выдали? Какую-то справку об исследовании Либо, может быть, акт осмотра? Нет, никаких документов не выдали Кроме того, когда мне менеджеры сообщили Эту, в кавычках, радостную новость Даже на мой запрос О предоставлении хоть какой-то справки Акта заключения или еще чего-то Мне ответили отказом Ссылаясь на то, что тот криминалист Который у них проводил, так сказать, это исследование Не обладает соответствующими разрешениями Лицензиями для предоставления подобных документов Знаешь, Алексей, у меня, честно говоря Два варианта по твоему автомобилю По твоей ситуации Первое, либо человек явно находится не на своем месте И выполняет ту работу, которую ему лучше не выполнять Потому что завалить машину, которая абсолютно ровная Причем она ровная по всем позициям Нужно очень сильно постараться Вот прям очень-очень И второй вариант Я, конечно, не хочу так думать Но, может быть, это какая-то новая схема развода людей Знаешь, сначала тебе провели диагностику техсостояния С тебя взяли деньги, тебе уже предложили чай, кофе Тебе принесли договор на новый автомобиль И здесь в последний момент, когда ты уже вот-вот-вот Тебя раз и шибанули по цене Поэтому можешь смело выставлять свой автомобиль на продажу Само собой, цена должна быть далеко не 100 тысяч рублей В которую тебе ее очень щедро оценил официальный дилер Цена должна быть рыночная Друзья, если вам интересно посмотреть, сколько по рынку стоит Mazda 6 2010 года выпуска Переходите на сайт Автору Вся актуальная информация по автомобилям с пробегом находится именно там Ссылку оставлю в описании под видео Нажмете, перейдете на Автору и посмотрите Ты машину свою будешь продавать? Все-таки будешь Ну, вполне возможно, вот увидите сегодняшний автомобиль И посмотрите, во сколько ее оценил Алексей Друзья, на сегодня, я думаю, мы закончим У нас такой хэппи-энд И, я бы сказал, лайтовый сегодня формат Потому что я вчера зарядил аккумуляторы к шуруповерту Я взял с собой весь необходимый инструмент Я думал, будет трэш Ну, потому что, действительно, все были предпосылки к тому, чтобы был трэш Но, друзья, сказки с хорошим концом тоже должны случаться Должны иметь место в жизни Поэтому сегодня вот так Если у вас есть какие-то интересные автомобили Не стесняйтесь Следуйте примеру Алексея Предлагайте, пишите, звоните И не забывайте подписываться на канал Потому что самое интересное У нас еще все впереди На сегодня все Всем пока